А данное видео Проспонсировали вот эти ребята Доменус, который прислал мне денюжков И Евгений Джениал Как оно правильно считается Который прислал мне денюжков И много, много, много Всего чего еще Также он считает, что Зона благоволит моему пути Спасибо, ребят, за подгоны Вот такие у нас сегодня спонсоры Приветствую, дамы и господа И добро пожаловать в Зону Продолжаю я играть в Сталкрафт Изначально ничего интересного не происходило То есть просто идет тупой фарм армов И фармить их еще долго, придолго Потому что ресурсов надо очень много, много, много А я фармлю небольшими Партиями, чтобы Если ты потеряешь на выносе Чтобы не было, во-первых Большой потери во времени А во-вторых, чтобы не выкупать свой рюкзак Я никогда не выкупаю свои рюкзаки Принципиально, да То есть те, кто их там не пытается продать Ребят, забудьте сразу Можете их себе засунуть куда-нибудь Или сожрать их Или продайте их за 1000 рублей Не надо пытаться мне их втюхать За 15-20 штук Тем более, что они не стоят даже 10 части Вот, поэтому фарм идет долго и уныло Но это неинтересно И поэтому я решил немножко от всего этого отвлечься И побегать по квестам И начал я с квеста В котором надо было Отнести какому-то креверу какое-то кольцо Для начала этого кревера нужно было найти Было задано несколько точек Обыскав все, я отправился в последнюю Которое находится на границе Между армейскими складами и Яновым Эх, иди нафиг Тоже Идите все нафиг Так, мне надо кого-то найти Здорово, Слива! Как дела? Может и на югах Достаточно Слива Сталкера убили Перед смертью дал мне кольцо Попросил отыскать какого-то кревера Капланам Черт, как все это нехорошо Пречувствие у меня нехорошее Ну, пошли Не отставай Че? Кого? А, мы уже пришли Вот он! Каплан! Ну и че? Что же все это значит? Значит, понятия не имею Знаю, что Каплан и Кревер Не разлей вода Были где-то Где один, там другой Раз тела кревера здесь нет Значит, либо его здесь и не было Либо Каплан пошел на какое-то дело один Либо он сумел уйти Либо попал в плен Либо-либо-либо-либо-либо Так, Каплан и Кревер работали с одним старым сталкером С баром Матвеем Степановичем Уважаемый ветеран зоны Сам в фотке редко убирается Но с молодежью По торговать Не прочее Помогать всем, чем может Ну, какой гад Ну, пошли Дядя Матвей По-моему, я его видел в баре То есть мне в бар? Ну, ладно, пошли в бар После этого, как вы понимаете Я отправился к этому самому Некоему дяде Матвею Который находился в баре Вот он А, тут прям значок Блин, ну, хорошо Ну, я его и так находил уже до этого Здорово, дядя Матвей, как дела? Накладая был убит сталкер Каплан отдал мне это кольцо Попросил найти некоего Кревера Так, молодые-молодые Тролеваль знал Кревера Каплана, знаешь, поможешь Повязаны не братья по оружию Где один, там и другой Так это я уже слышал Когда бьют по щеке одного Второго обидчику ломают руку В пяти местах Таких верных друзей Таких частных парней Еще и гибнут Где Кревер-то? Догадка есть Работал с этой парочкой В принципе, знал, как И с кем они ведут дела Недавно они здорово Повздорились с несколькими бандитами Что случилось-то? В баре ничего Пьяная драка Ну, да, понятно Мертвый город? Бериндей? Ну, ладно Так, а куда мне теперь? Теперь пришлось идти В мертвый город Место это бандитское И, соответственно Добраться до цели По идее Должно быть очень сложно Но так получилось Что я очень-очень крутой И поэтому я без единого выстрела Чисто по стелсу С первого раза Добрался до цели Атласа у меня так быстро Закончится Чё за нафиг? Сейчас на шум понабежит Толпа идиотов Мне она надо Текаем-тикаем-тикаем-тикаем Текаем-тикаем-тикаем-тикаем И Оп подлый смех подлый смех дальше разумеется была разборка с бандитами минус минус еще да да гранату то мне минус чё тебя есть а это есть бендервей бендервальд in пиндервальд бендервальд блин короче говоря это главный обратно кстати я также добрался без единого выстрела все чисто по стелсу и по красоте побежали что делать начал какой-то пришел еще воевать охотиться так ну что идем дяди матвею здорово дядя матвей еще раз ты должно быть уже зачистил базу беринду бериндея и клевера там не нашел нет не нашел и зачистил слуги расходится быстро да я вот минуту назад ничего если слухи тут бегают скорость слухов впечатляет он сам здесь объявился пришел порядке не думал лучше сам с ним поговоришь каплан просил тебя что-то передать выходит все зря я столько времени потрачил на убийство этих ублюдков из мертвого города да еще и столько было страшных моментов когда бандосы на меня пытались напасть иногда они конечно не пытались напасть но все равно было страшно и спас стольких молодых сталкеров от этой стаи коршунов разве же это зря нет парень ты явно себя недооцениваешь да ты теперь местный герой позволь мне оплатить тебе за твои старания оплатить за старания может оплатить старания кто это писал хорошо после разговора с дядей матвеем я наконец-то встретился с клевером здорово бородатый ты тот сталкер что покойному каплану приходится братом по оружию хреновый обрат по оружию клевер я да я хотел сказать спасибо ты наказал эту сволочь бариндея который каплана прибил ты должен был сделать я но теперь это неважно каплан просил тебе кое-что передать красиво да мы с капланом эти кольца заказали чтобы всем показать что мы братья он всегда порвет за меня я за него дядя матвей всегда говорил что только так в зоне выживают и шо пошло не так говорить про вечную дружбу просил и смелость это одно вот только на деле все немного не так и тогда в человеке будто что-то глохнет что-то ломается пошла глубокая философия наливайте себе чай в компот и чё у вас сломалась мы с капланом не раз друг друга из-под пуль вытаскивали но тот день уроды которых послал за нашими головами бренди налетели со всех сторон на нас обрушился дождь из пуль я и подумать ни о чем не успел просто бросился драпать метр два десять сотня пришел в себя в какой-то канаве ну вот да ну ты хреново да пару дней просто шатался хрен знает где чувствовал себя призраком потом вернулся на то место и случилось самое страшное смотрел в мертвые глаза своего товарища если этого не знаешь мне это тем более знать не дано чего это чем было вообще к чему как капуста на севере и пятнадцатый размер ноги вот так же можно было написать столько же смысла да я понимаю все что осталось сделать после этого передать тело товарища земле я помнил его в лесу всегда там нравилось что хоть это место является частью дьявольской зоны уж больно она напоминает лес в котором в детстве по грибы ходил душесчипательная история по крайней мере ты все еще жив радуйся их надо похоронить залить землю даже где уже лежит мой друг я не могу туда вернуться мне на это просто не хватит сил но может быть их хватит тебе может оказаться глупо но я заплачу если поможешь хорошо кидай координаты могилы каплана все сделаю да брони нет гранат нет идем в лес да охренеть не встать так кажется мы пришли давайте закопаем кольца что еще делать перейдем обратно к леверу господи блин как все тут грустно печально то японский бог выполнив этот печальный обряд я вернулся обратно в бар а я к леверу возвращался ну здорово леверишь ушел он если что блин он что же он меня обманул просил передать тебе это и рассказал мне обо всем что у них там с капланом приключилось что хоть про награду не забыл гибнут у нас и порядок и дружба но я все еще верю лучше пока есть такие честные парни как ты ты заскакивай ко мне к старику как-нибудь сердце радуется когда я встречаю таких сталкеров ну да ну да да радуется конечно но прикольно кстати а куда утопал клевер не знаю выглядел он как человек который сбился с пути просто шагает в пустоту блин глубокая философия опять остановить его я не мог дал ему лишь совет с отдельным жалеть и размышлять бесполезно а вот о том что сделать только предстоит думать всегда стоит дельный совет дядя матвей чёси смотрите-ка мне даже какую-то попе попешку попешку но я сомневаюсь что это попешка лучше чем чем мпх его на ус намотай ну да намотаем и вот он результат нашего квеста мы получили никчемную совершенно мертвую свистоперделку которая просто существует в мире этой замечательной совершенно игры и все продать ее нельзя по-моему даже разобрать нельзя ничего в ней нет ни урона ни хрена то есть ну просто такой сувенирчик дали нам и как говорится спасибо вот так называемый вереск каплана было прикольно если бы с этих стволов которые выдают за квесты разрешили бы все-таки обвесы снимать тогда ценность их существенно возросла бы потому что возможно прицел классный возможно глушитель интересный глушитель можно например нацепить на тот же мпх но в принципе дали деталек дали этих самых денежков прав денежков дали мало но все же плюс еще один квест у нас в копилке такие вот дела но мне лично этого показалось мало я решил продолжить продолжить я решил уничтожением стража да да того самого на котором я в прошлый раз остановил прохождение сюжетки так вот так мы так 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 Продолжение следует... 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 Кстати, у меня нет аптек. А, у меня есть эти, как их? Шприцы. Можно бахнуться. Ну шо? Никчёмный холоп! Как ты смеешь врываться сюда? Как смеешь мешать моим планам? Да кем ты себя возомнил? Я считаю до трёх. А потом получишь пулю в лоб. Князь бежал, но это не так уж и важно. Мы добились главного. Голубой шар наш. Пришла пора покончить с этим. Уничтожь его. Бросай его в огонь, Исилдур. Уничтожить? Подождите. Мы не можем этого сделать. Искатель, это ведь то, ради чего мы и шли сюда. А дальше нужно было сделать выбор. Давайте его уничтожим. Давайте его уничтожим. И он нахрен. Ты предаёшь наше предназначение. Это преступление тебе с рук не сойдёт. Я не позволю навредить голубому шару. Ну, значит, здравствуйте. Подзорвалось. Я ползу своими квадратненькими ручками. Я ползу, ползу. К лестнице ползу. Чтобы упереться в неё башкой своей квадратной. Стрельба-взрыв. Бабах. Да иди ты к чёрту, блин. Тебя тут только не хватает. Бам! Кажется, я в неё попал. Ну, вот и всё. Дальше была целая куча словесного поноса на тему, кто чего дальше делал, кто куда пошёл и так далее и тому подобное. Но это, в принципе, уже не интересно. Вот так, по сути, закончился путь сталкера на самом деле. Если в тот раз он прервался, то здесь мы имеем окончание пути сталкера. Я его прошёл полностью от и до. А получил я в конечном итоге вот эту штуковину за окончание сюжетки. Экзоскелет морга. Который по всем абсолютно статьям сливает во все вёдра моему аборигену. Продать его тоже нельзя. Разобрать, не знаю. То есть, по сути, эта штуковина мне нужна так же, как второй х**. Я, если честно, ожидал большего, что дадут денег, может быть. Всё-таки сюжетка заканчивается. Давали за некоторые задания больше всяких разных призов. Насыпали инструментов и так далее. А тут на тебе вот эту вот хрень и отцепись типа от нас. Всё, отстань. Я-то, конечно, отстану, но как-то, не знаю, не культурственно. Я ждал большего количества призов за окончание сюжетки. Что ж, ну а я продолжаю фармить армы. Занятие унылое, однообразное. Но без него никак. Ресурсы нужны. Причём нужно их достаточно много. Потому что делать мне ещё целую кучу всяких шмоток. Поэтому буду продолжать заниматься этим. А путь сталкера у нас завершён. Теперь уже официально. Вот так, дамы и господа. Что ж, на сегодня у нас всё. Всем спасибо за просмотр. Приходите ещё. Не забываем подписаться на канале. Поставиться лайком. Всем всего. И до встречи. Бежи, бежи. И да пребудет с тобой сила. Не реводирует на обстановке. Через парк подшёл в сторону проспекта Мира. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...